и так ну что ж ария рума и маленькие любители покушать и космических приключений у микрофон как всегда ваш похоже слугам амору и это великолепная игрушечка факторио с монокроторио 2 и space exploration за кадром как я люблю это говорите всегда об этом говорю произошли кое какие маломальские в какой-то степени изменения и частности эти все изменения коснулись опять-таки этих моих любимых биоотходов и зеленых колбочек для них как ни странно мне нужны биоотходы в промышленных масштабах невероятно больших и того дерева которые сюда доставляют с помощью космической пушки явно не хватает для того чтобы реализовать все мои планы я порылся в рецептах попробовал разные варианты и ни к чему в итоге не пришел нету точного способа как именно мне энергоэффективно вырабатывать эти биоотходы есть конечно безусловно парочка способов мы биоотходы получаем дальнейшем при разных попытках производства и я боюсь как бы сейчас мне выработка допустим тех же самых экспериментальных биомасс с помощью которых я получаю в том числе и биоотходы не вывалилась бы боком в любом случае прийти в отдельное производство биоотходов иррационально на наивисе я приготовил здесь небольшое количество теплиц себе и две из них сейчас работают отправлять туда ресурсы пока что я считаю что этого мне хватит но об остальном будем думать чуточку позже сейчас же я хочу продолжить исследование и заняться зелеными колбочками как ни странно мне здесь потребуется большом количестве виталлическая кислота также азотная кислота я вижу азотную кислоту я здесь не получаю и мне кажется заиметь ее себе там на орбите было бы очень классно и у меня где-то здесь на базе есть уже станция где азотная кислота грузится в бочки а значит сейчас я по ему сделаю способ отправки этих бочек прямиком на орбиту и уже дальше будем разбираться с остальными жидкостями пока у меня там доделывается все в районе поездов мне ничего совершенно здесь не мешает сделать так чтобы витамиланж именно экстракт вместе с этой кислотой преобразовывались биохимических центрах и получали мы при этом виталлическую кислоту которая потребуется вне громадных масштабах в связи с чем я думаю это все делать на отдельной схеме хотя я вижу что и здесь у меня гигантское количество этого места есть в общем сейчас посмотрим и начнем потихонечку собирать схему вот из последней сказанной но и фразы прошла неделя реального времени за эту неделю многое что изменилось хотя бы потому что наша база в плане производства пряности биологической жидкости и всего того что связано с биологией немножечко разрослась я вывел здесь полноценные несколько шин с жидкостями и как мне кажется это более чем рациональное таким образом я оптимизирую много каких ресурсов также я вывел здесь вот себе пряности и кардинально изменил принцип производства экстракта витамиланжа здесь теперь нету кучу витамиланжа который сюда складируется который вот здесь вот производится здесь же и перерабатывается в пряный витамиланж к сожалению экстракт витамиланжа отсюда отправлять я никаким образом не могу зато я смогу отсюда пряный отправлять и он успешным отсюда отправляется туда на орбиту к сожалению пока что никаким другим способом я ускорить этот процесс не могу кроме как здесь вот продолжать разворачивать масштабы производства но пока что у меня не так много времени чтобы это все производить должном масштабе в принципе пока вот такой вариант меня более менее устраивает да конечно процессы очень медленные но к сожалению с этим ничего не поделаешь и по сути все упирается в вот эти вот теплицы которые здесь вот перерабатывают удобрения и воду но если я буду наращивать эти теплицы то мне станет не хватать удобрения а для удобрения я и так много чего сделал за кадром мне его еще пришлось увеличить аж вот такое количество этих доставочных пушек на него пустить чтобы хоть как-то его обеспечивать теперь у меня две линии с этими удобрениями и надеюсь это хоть как-то поможет мне решить все мои проблемы хоть я не могу сюда экстракт отправлять но я могу его здесь перерабатывать возможно я найду какие-то обходные пути и буду допустим отправлять не с помощью доставочной пушки а с помощью грузовой ракетной шахты но я думаю об этом мы задумываться будем чуточку позже главное что у нас висе эти процессы идут и все это воспроизводится и производится дальше здесь вот доставляется азотная кислота азотная кислота вместе с вот этими экстрактами перерабатывается в зеленую виталлическую кислоту и она в свою очередь расходуется на то чтобы создавать биопереработчики какое-то количество по запасам я их создал и думаю пока что мне этого хватит также виталлическая кислота расходуется на то чтобы создавать вот эти вот элементы в качестве данных биохимического сопротивления это тот тип данных которые необходим для следующего типа широких биологических каталогов я здесь разместил очень мне кажется полезным что здесь идут в качестве побочного продукта загрязненные биоотходы и загрязненная космическая вода с помощью этого всего если вы все правильно помните я получаю также биоотходы которых здесь по большей части больше всего и не хватает и сколько бы дерево я сюда не отправлял все равно их будет не хватать и как их пока что восполнять я не могу придумать и все это время они не доставляются только с помощью дерева ну ладно об этом мы чуточку позже подумаем главное что они хотя бы в минимальном масштабе добываются и потом если что я это расширю дальше у нас получается биоотходы тратится на то чтобы создавать вот эти вот экстракты биокультуры которые при помощи небольших манипуляций с жидкостями и вот этими питательными гелями преобразуется в экстрактильные биомассы эти биомассы нужны только для вот этого биохимического центра а в остальном ну они тут существуют и как бы есть пить не просит особо следующий небольшой цех нужен для еще одних видов карт которые в свою очередь производят биохимические данные ну и последний центр термодинамики здесь служит для того чтобы производить данные биогорения все ресурсы для этого создания были давным давно готовы и по большей части все сложности были связаны непосредственно с вот этим вот цехом из цехом доставки сюда вот этого витамиланжа в качестве ресурса но когда все наладилось мне все четыре типа данных готовы для того чтобы я начал с помощью терможидкостей производить поначалу широкие биологические каталоги готова получается все сюда сейчас данные об исследованиях доставляются немножечко топорника но главное что результат есть и процесс потихонечку производства идет также я сделал небольшую заготовительную базу для того чтобы производить второго уровня биологические исследовательские пакеты ведь они нам откроют очень много новых исследований в разных областях и буквально чуть-чуть нам осталось для того чтобы сюда все это безобразие доставить я уже подготовил здесь небольшой сундучок и сюда будут складироваться все новые исследовательские пакеты поскольку я абсолютно уверен на этой схеме крайне мере она должна работать без изъянов а значит то что практически можно считать что у нас новые технологические пакеты новые колбочки готовы и мы можем их начинать запиховывать вот в эту всю систему так давайте посмотрим что они нам дают ну для начала это базовые вещи типа биоулучшение всех типов которые у нас уже есть это не так чтобы интересно значительно ускоряет рост растений в теплице спасибо большое учитывая то что мы не можем здесь размещать теплицы это прям очень большая необходимость ну и а в остальном чисто по мелочи как я погляжу самое классное здесь это следующие биологические пакеты плане новых исследований биология на мало что дает по большей части это какая-то работа с кусаками но в совокупности это все-таки те самые необходимые вещи тот самый необходимый минимум который нужен для прохождения и без этого мы просто не можем никуда двинуться дальше и меня это несомненно радует хотя бы по той причине что этих колбочек биологических нужно не такое большое количество и их очень нужное какое-то маленькое количество а так как их нужно мало то вот этот производств может быть как-то нам заменит все сожалению на момент записи ролика у меня нету возможности прочитать ваши комментарии ваши мысли по поводу биоотходов и как с ними бороться что с ними делать но все равно пишите ваше мнение по этому поводу и я обязательно к этому прислушиваюсь как только так сразу вот принципе 1 биологические исследовательские пакеты второго уровня я больше уверен также как по аналогии с астрономические исследовательскими пакетами я могу сразу же начинать незамедлительно третий уровень исследовательских пакетов но лучше пожалуй я это оставлю на следующий ролик и этим мы будем заниматься уже в следующей серии но пока всем спасибо что смотрели у микрофона был как всегда ваш покорный слугам амору еще услышимся